Бутылочная тыква. Однолетнее растение семейства тыквенных. То же, что и горлянка. Стебли растения длинные, цепляющиеся, мягковолосистые, листья округло-яйцевидные, цветки крупные, белые. Молодые плоды могут применяться в пищу. Старые плоды растения используются как посуда для сыпучих тел и жидкостей. Вода в таких кувшинах долго остаётся прохладной. Бутылочную тыкву используют также для изготовления различных музыкальных инструментов и различных поделок. Существуют разновидности таких тыкв, так называемые фигурные тыквы, называющиеся в зависимости от формы плодов. Например, фляжка странников, булава геркулеса, ядро, шар. Родина растения – тропическая зона Африки, Южной и Средней Азии, Латинской Америки. В России растения разводятся в южных районах как декоративные. Валаамова ослица. В библейском мифе ослица месопотамского волхва Валаама. Согласно библейскому сказанию, Валаам ехал к царю государства Мааф в Алаку на ослице. Дорогой она заговорила человеческим голосом, увидев трижды преграждавшего ей путь ангела с обнажённым мечом, в чём Валаам усмотрел указания от Бога. Этот миф носит следы верований в то, что боги могут объявлять свою волю через животных. Выражение «Валаамова ослица» применяется иронически к неожиданно заговорившему молчаливому человеку. Уилки Дэвид Шотландский живописец и афортист. Родился в 1785-м, умер в 1841 году. С 1799 года Уилки Дэвид учился в Академии художеств в Азенбурге. С 1805 года в Лондоне. В 1814 году он посетил Францию и Голландию, а в 1825-1828 годах Италию, Испанию, где увлёкся искусством Веласкеса, а также Германию и Швейцарию. В 1811 году художник получил звание академика, а с 1830 года он придворный художник. Дэвид Уилки приобрёл известность занимательными по сюжетам бытовыми сценами из жизни шотландских крестьян и небогатых горожан, полными добродушного юмора и тёплого сочувствия к простым людям. Исторические картины художника относятся к позднему периоду его творчества, рисуют сцены борьбы испанцев с Наполеоном и эпизоды из истории Шотландии. Уилки создал также ряд реалистических портретов и афорты. Фабий Пиктор Фабий Пиктор Квинт Римский историк Родился приблизительно в 254 году до н.э. Год смерти неизвестен. Происходил из знатного рода Фабиев, был римским сенатором. Фабий принимал участие в войнах Рима с Галлами и с Ганнибалом. Фабий Пиктор написал анналы – историю пунических войн на греческом языке. В предисловии он кратко изложил римскую историю со времён основания Рима. Современные события, которые Фабий Пиктор хорошо знал как очевидец, подробно изложены по годам. Его анналы были широко использованы греческим историком Полибием. До нашего времени дошли только фрагменты сочинений Фабия Пиктора. Фабий Пиктор